Ааа, привет братуха, эта пиписька посадила меня в эту драндулетку, экстра секса лека сижу в этой драндулетке, мне не нравится, свои очки тут проходят дебильные, а я ничего не вижу, майнкрафт сила, джеки могила, слышно, да напиши мне в комментариях по-братски, чтоб он меня выпустил отсюда, ну по-братски тебя прощу, слышно, ага, всю кирку себе поломал, пока добывал железо в шахте, чтоб пройти вот эту вот очивку, да-да, ты не поверишь, для этой очивки мне нужно очень много железа, Но железа у меня теперь просто дофига, когда я пройду эту очивку, я обновлюсь до последней версии майнкрафта подводного обновления, 1.13.2, а после этого уже пойдет версия 1.14, только, вот если ты крипер сраный, взорвешь мою ферму, я тебе за***ю Чтобы сделать зелье черепашей мощи, мне, конечно же, потребуются черепахи, и мне даже удалось найти вторую черепаху, ты прикинь, она плавала прямо рядом с первой, вон там, и для этих черепах я уже даже подготовил ферму. Ферму я, конечно же, решил сделать необычную, а в виде черепахи. Не знаю, конечно, насколько красиво это все получилось, но я старался. А самое главное, что я уже почти подготовил автоматическую ферму черепах. Здесь я разместил вагонетки с воронками, а под эти вагонетки с воронками я поставил еще одни воронки, которые подключены вот к этому сундуку. И если теперь я сброшу сюда абсолютно любой предмет, то этот предмет по воронкам сразу же попадет к нам в сундук. Ну ты понял, да, в чем суть? Мы сейчас посадим сюда наших черепах, и когда они начнут делать свои грязные делишки, они начнут отбрасывать свои щитки, из которых мы сделаем черепаший шлем, который нужен для изделия черепашей мощи. Но для начала нам нужно поставить туда немножечко песочка, потому что иначе наши черепахи не будут откладывать яйца и не будут отбрасывать щитки. А нам как раз таки это и нужно, поэтому мы прямо сейчас делаем вот таким вот образом. Ставим песочек, который будет сразу же падать сюда вниз, на который будет даже незаметно, что есть воронки, потому что они будут все скрыты. Ага, вот сюда вот. Все, что нам осталось сделать, это высунуть наших черепах из лодки, главное их сейчас как-нибудь случайно не убить. Замечательно, вот так вот ломаем аккуратненько. Ну сломайся! Тихо, 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 черепашечка, черепашечка, стой! Куда ты пошла, дип... Ладно, придется как-то довести нашу черепаху на лодке, правда я пока не совсем понимаю, как я это сделаю. Это дрифт, это дрифт, детка. Это дрифт на черепахах! Это дрифт, дрифт на черепахах. Теперь мы все здесь закрываем и со спокойной душой мы можем высадить наших черепах из лодок и дать им морскую траву, чтобы они мне отложили немножечко яичек. Правда, морская трава у меня вся дома. Так, где наша морская трава? Я не вижу ее, где-то она здесь была, но не помню где. Ага, вот 19 морской травы. Заходим на нашу ферму и кормим наших черепашек, которые прямо сейчас начнут делать свои грязные делишки. Ты посмотри, посмотри, копает, копает. Ну что-то не копается ей. Почему-то черепаха не хочет делать здесь детей. Ой, ладно, пойду отойду, подожду, пока они тут накопаются. Что у нас тут? О, отложили! Ты посмотри, она снова копает, я ничего не понимаю. Вот она уже отложила яйца, тут целых 4 яйца и она снова копает. Ты еще больше мне отложила яиц? Теперь осталось только подождать, пока наши черепашечки вырастут, но есть еще одна проблема. Чтобы сделать черепаший шлем, нам потребуется 5 щитков, а у меня... 2 щитка? Они уже успели выбросить 2 щитка за это время? Насколько я знаю, одна черепаха выбрасывает 1 щиток раз в 5 минут. То есть мне нужно постоять здесь 15 минут, и у меня должно появиться еще 4 щитка в этом сундуке. Да, видимо, придется подождать. Ну, может быть, заодно и черепашечка вылупится. Не знаю, сколько прошло времени. Но я точно знаю, что за это время уже успела наступить ночь. И причем луна уже поднялась почти в зенит, а это значит, что ночь уже как бы минут 5 длится. Поэтому нам в любом случае нужно переждать эту ночь, а потом мы пойдем и проверим, что же там наделали наши черепашечки. А возле черепашечек поселился Крипер. Вот это новости, вот это офигенно, вот этого я на самом деле не очень хотел. Я хотел, чтобы у меня там новые черепахи выросли, а у меня Крипер поселился. Крипер, ты не черепаха. Я везде потыкал наши факела, а теперь... О, ты посмотри! О, Ти-Пути, какая хорошенькая! Ты посмотри, какая крутая черепашка! Блин, это просто офигенно! У нас вылупилось целых две маленькие черепашечки. Погоди, а что по щиткам? А что по щиткам? Четыре щитка! Это даже больше, чем мне нужно. Все, черепашечки, вы тут оставайтесь. Все вам хорошего. Пусть маленькие черепашечки подрастают. Может, мы их накормим морской травой, а они быстрее вырастут. Эй, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, эм, отлично, я скормил всю морскую траву, и нифига не выросло. На самом деле, мне кажется, это самое тупое зелье в Майнкрафте, потому что мы тратим целый черепаший шлем для того, чтобы сделать три зелья! Причем, я бы не сказал, что эти зелья очень мощные. Они очень сильно замедляют, но дают хорошую такую защиту. Мне кажется, это не стоит того. Ну ладно, это вопрос уже к разработчикам Майнкрафта. Мне главное, ачивку пройти, чтобы обновиться до новой версии. А на остальное мне как-то вообще пофигу. Складываем наши пузырьки с водой, добавляем немножечко нароста из мезера. И получаем за это мутное зелье. А уже к этому мутному зелью мы добавляем черепаший панцирь. И сейчас все должно получиться. Я ни разу в выживании не делал такое зелье. Напиши в комментариях, делал ли ты такое зелье, потому что мне кажется, такое зелье в выживании делать нет никакого смысла. Это просто пипец. Зелье черепаший мощен, замедление 4, сопротивление 3. На 20 секунд всего лишь. Ну и хрен с ним, зато ачивка пройдет. В этой версии Гавкрафта Гавьявилась новая Гавская Гавружия. Новая ачивка, выпить трезубец Ахаха, ну я так и знал, что будет такая ачивка Ну вот я знал Я надеялся, что такой ачивки не будет Но в глубине души я знал, что она будет Потому что трезубец это слишком крутая и новая штука Чтобы её миссис Моджинг не добавила в ачивку Давай хоть зелье черепашей мощи выпьем И хоть посмотрим, что это такое Ну да, я очень сильный, но очень и очень медленный Чтобы выбить трезубец, я должен убивать утопленников Но есть небольшая проблемка Этот утопленник должен держать в руке трезубец И только с маленьким шансом я с такого утопленника вылучу сам трезубец Но перед тем, как мы отправимся за утопленниками Я хочу кое-что сделать Зелье водного дыхания Потому что мы будем постоянно плавать под водой И зелье водного дыхания нам очень даже пригодится А вот теперь уже с полным шалкером зелье водного дыхания Мы можем отправляться в путь Ну да, 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 конечно же мы не пойдём в путь просто так Мы вообще, знаешь ли, в этой рубрике не путешествуем без хорошей музычки Пора бы уже привыкнуть У-у-у-у-у-у бегу Пою Ну же мать твою У-у-у-у Скорей Лайк поставь мне Ла-ла-ла-ла-ла-ла Лайк мне скорее Ты поставь Ла-ла-ла-ла-ла Лайк ну быстрее Ла-ла-ла-ла-ла Лайк Я ещё нифига не добежал, но зато смотри, что я нашёл. По идее, возле этого затонувшего корабля должны спавниться утопленники. Я говорю, должны спавниться утопленники. Что у нас тут ещё имеется? Блин, корабль перевёрнутый, хрен поймёшь, где что находится. Ага, ещё один сундук, ещё какая-то фигня. Короче, понятно, одна фигня здесь, но только зато я нашёл утопленника. Привет, утопленник, пожалуйста, мне нужно с тебя трезубец. Можно сразу же? Нет? Нельзя, да? Вот я даже нашёл подводные руины, тут тоже сундучок, пшеница, кожаная куртка, но ни одного утопленника. Я вообще не знаю, зачем я эти сундуки лутаю, потому что, ну, здесь реально абсолютно бесполезная фигня находится. Здрасте, мистер утопленник, вы, пожалуйста, умрите, не надо меня убивать. Я вначале подумал, ну, не помню, стоп, два утопленника с трезубцами! Целых два утопленника с трезубцами появилось, я одного уже убил, и второго сейчас тоже убью. Ни с одного не выпала трезубца. Вижу утопленника, не вижу препятствий. Оплываем, оплываем, а куртка... Нифига себе, это вы ведь... Чё за фигня здесь происходит? А, 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 это вообще нормально? Это законно? Так, тихо, подожди, это мне не нравится. Тут ещё и корабль впереди! Да умри, тут у тебя даже трезубца нету, ты мне вообще нафиг не сдался. Да нифига себе, они метки, я не могу. Я уже убил, наверное, пять утопленников с трезубцами, и мне до сих пор не выпал трезубец. А, спасибо, Майнкрафт. Да умри ты, да ты, шо, шо с тобой происходит, ты шо, пляшешь или шо? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ты посмотри на эту гадость. Смотри, он плывёт с двумя охранниками, видишь, да? Один утопленник с трезубцем, а другие без. Блин, у меня сейчас, у меня зелье водного дыхания закончилось, я сейчас умру просто. Так, погоди, аккуратненько, выпиваем, 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 зажибись. Забираем наш шалкер, всплываем маленько, покушаем. Ну давай, дебилиус, попади ко мне. Блин, ну ты чё, реально попадаешь? Ты чё такой сильный-то? Да давай, иди сюда, на тебе, на тебе. Гавточки, объявились новые гавточки, гайди их. Новая хипка, добыть три новых вида цветков. Ладно, без проблем, хорошо утопленник. Я, конечно, уже выбил трезубец. Нифига себе, у меня еще и полностью целый трезубец. Ладно, с этого не выпало, да и хрен с ним. Чтоб ты понимал, это вообще огромная редкость. Сколько раз я выбивал трезубец, он всегда был маленько, но хоть покоцанный. Это просто шедеврально. И мы с тобой обновились на новую версию Майнкрафта 18W43C. Если ты вдруг не знаешь, это снэпшот к версии Майнкрафта 1.14. А что за три новых вида цветка добавили в этой версии? Так, что тут? Ты напиши, пожалуйста, в комментариях, а я пока побегу обратно домой, потому что я не хочу потерять свой трезубец. Я его хочу зачаровать на фигун, и тогда я смогу чуть ли не летать. Точнее, я смогу летать, потому что как бы элитр это у меня есть, и я смогу спокойно даже летать. Что там за цветки добавили в этой версии Майнкрафта? Где же ничего сложного? Обязательно поставь лайк прямо сейчас, как только ты поставишь лайк, я сразу же пойду записывать новую серию. Ну и конечно же, подпишись на канал и тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok